приветствую вас дорогие друзья решила включиться совсем на немножко рассказать новостей и может быть для кого-то полезной информации сразу хочу сказать что я снимаю свои ролики не для того чтобы вас учить и говорить что вот делайте только так а не иначе вяжите вот это покрывало и больше никакие другие не вяжите делайте вот только так вот это крылечко и больше никак по-другому я в своих роликах просто веду свой влог и делюсь с вами ну то что я делаю да а вы уже сами решаете делать вам так или нет это я сразу для тех советчиков которые но дают как бы советы вы живут выложили в интернет вы же навязали там ковров из джута которые прошлый век и вообще зачем вы это делаете типа это уже неприемлемо но и так далее и почему я не могу высказать свое мнение я не против что вы выскажите свое мнение но хочу сказать что даже если вы против моих ковров то я все равно их не распущу скажем так и не разобью это крылечко и сделаю как-то его по-другому есть советы которых я прислушиваюсь а есть советы но которые так скажем нравоучения и они мне совсем не нужны поэтому сразу говорю что я делюсь вот тем что я делаю и так поехали ну вот вы видите вот этот заборчик который я сделала своими руками сейчас немножко расскажу о нем несколько интересных моментов которые я считаю что вам помогут соорудить такой заборчик своими руками и можно сказать задешево и так друзья мне понадобились вот такие реки это рейка 10 на 50 или 1 сантиметра толщиной и 50 сантиметров ширина сначала я эти реки красила с обеих сторон сушила а по только только потом начинала с ними работать чтобы вырезать мне заборчик вот такой красивой формы мне понадобилась крышка ну с бака баки называются мусорные покупали мы их в светофоре помню в общем какая-то большая окружность скажем так может быть вам понадобится но у вас есть какая-то большая кастрюля может быть не такая конечно большая какая-то крышка но большая просто у вас тогда будет немножко другой формы забор но в общем вот так потом я вот здесь вот вот так очертила карандашиком форму и потом вырезала в стусле кстати ну стусло знаете что такое сейчас она к сожалению в сарае вот она эта штука вот с такой пилой и вот потом уже по нарисованному узору так скажем да я вот так вот ловила черточку где-то так положить надо где-то где-то вот так в общем когда под 45 конечно легче всего фиксировать прижимая а так вот так вот ловила вот эту черточку нарисованную и выпиливала конечно тут приходится держать очень сильно усилия потребуются ручки накачаете в общем фитнес разум и потом у меня получалось вот такое я потом раздвигала это настолько сколько мне нужно эти рейки по два метра и я конечно же потом высчитывал сколько у меня поместится вот здесь вот таких вот узоров у меня получилось два рапорта если переводить на вязание здесь 12 речек и еще одна потом вот здесь центральная и еще здесь нету потом последнюю выпиливаю но хочу сказать чтобы вы вот так вот не вырезали раз за разом представляя этот круг просто потом вот я сделала себе да и потом следующую партию я уже просто обрисовываю вот эти уже готовые выпиливаю изделия и так каждый раз не прикручиваю до последнего ну поняли последовательно да то есть сделали себе замес сделали себе заготовку об обчертили вот эти все на следующий раз и так далее потом вот такая панель когда мы купили дом у нас кухня была облицована вот такими дешевыми панелями мы их убрали вы видели я потом делала кирпичики самостоятельно из гипса общем эти панели не выбросила и вот они мне пригодились потом я прикручиваю вот эти направляющие и потом когда уже будет прикручен вот этот забор с той стороны я еще креплю один лист вот этого пластиковой этой пластиковой панели для прочности вот эта часть будет в земле то есть она будет прикапываться укрепляться эта часть конечно корешки это вершки получается ничего не будет гнить забор очень легкий и мобильный в общем забор конс этот трансформер как все я люблю то есть на зиму это все будет вытаскиваться из земли мыться штабилироваться и сарае хранится до следующего сезона вот такой вечный заборчик вот дальше мне еще нужно сделать заготовку на следующий раз обчертить и эти уже можно будет вот сюда крепить на вот этот вот следующий лист вот она вот они эти панельки которые мы не выбросили сохранили кстати я там шла на помойке лежали не такой рисунок но в общем такие панели иду и думаю надо же кто-то выбрасывает ведь из этого можно сделать такую красоту потом я вот этой вот плоскорез фокина делаю вот здесь вот ямку прорываю и вкапываю потом туда забор сейчас вот я стану вот так вот выглядит это с другой стороны там вот один колышек вы видите но он этот забор и без колышков я хочу сказать даже просто прикопанный земле вот еще с той стороны помимо второго листа вот они два еще я вот такую планочку для жесткости еще одну потом прикрутила симпатично так смотрится красота но это еще не все это идея у меня вертелась в голове неделю я все думала купить ну как бы в магазине они продаются но пластиковые недешево скажем так стоят и это ну хрупкая от солнца все выгорает трескается и вспомнила что у меня есть эти панели есть эти рейки и я решила сделать такой забор этот забор несет еще одну функцию то есть когда я поливаю здесь свою клумбу смотрите как цветут красиво нарциссики просто красота вам для настроения то вот сюда летит ну как брызги летят на плитку и плитка грязная постоянно приходится мыть она и сейчас грязная но это от того что я там работаю сейчас перейдем к следующей теме и в общем вот это вот все вот эта панель она еще и не дает грязным брызгом вот сюда значит на плитку все это пачкать ну и согласитесь это достаточно красиво смотрится там лёшек приехал ездил в шиномонтаж шины менять кстати здесь дешевле намного дешевле кстати по поводу металлолома мне там одна подписчица написала лена где это вы нашли что к вам приедут и заберут значит этот металлолом увезут я набрала первый телефон и как бы позвонила причем этот товарищ приехал значит посмотрел я не знаю зачем он приезжал он уже приехал на газели посмотрел на этот металлолом и сказал я приеду завтра заберу кстати ванну мы решили выкинуть в этом писали зачем вы выкидываете это же удобно давана очень удобно но уже не такая здесь вот дырки видите она вся вся дырявая в общем я ее решила знать ну что вы думаете на следующий день он я ему звоню то есть договорились что он в час мне позвонит и заедет заберет вот этот металлолом я вытащила эту ванну туда за калитку но чтобы легче было грузить жду-пожду в час нету я начинаю звонить человек меня сбрасывает ну думаю занят человек ладно может же такое быть но не может говорить там металл принимает еще что-то звоню через час он опять меня проходит два гудка и он сбрасывает меня я звоню через два часа опять та же самая картина то есть два гудка проходит он видит что я звоню и сбрасывает меня я не знаю что это было или здесь такой менталитет вы простите меня чеплыгинцы но я уже второй раз сталкиваюсь вот с таким как-то на авито я покупала хотела купить чеплыгине монитор для видеокамер и такая же интересная картина была то есть человек не перезвонил не приехал я звоню он не отвечает и вот это у меня второй раз ну не знаю в москве у меня такого не было я вообще не поняла что это вообще было но не хочешь ты приезжать но зачем ты сбрасываешь скажи человеку я там не могу у меня времени нет или не знаю но как-то ответить то надо нет идет сброс и всех чем я посмеялась договорилась еще с одним парнем не знаю может быть тоже так будет но может быть как-то сами потом перевезем но ванна не влезет в машину багажник в общем пока это куча стоит здесь и вот такая интересная история у меня произошла со сдачи металла так что вы мне не зря написали как бы что никто к вам не приедет но как-то вот так вот это было ладно значит про лилия 1 лилия очень хорошо вот такая розеточка уже пошла остальные все сидят они живые но они как-то сидят друзья я честно говоря в шоке вот этот овес от отваренный это я заваривала зимой овес ну и потом его собирала он сходит вареный овес представляете то есть вот этот зародыш в кипятке не погибает он начинает прорастать я такое вообще я не ожидала вот вторая тоже ну в общем все они как-то вот сидят кроме двух 1 вот пошла пошла я думаю это какая-то гигантская гибрид но эти все вот такие хиленькие ну и вот плавненько мы перешли к теме цветов друзья привез мне лёшек клематисы и сегодня мы ездили я покупала там средства престиж для обработки клубни и картофеля чтобы не было жуков и в нашем семеном нашла тот клематис называется мармари к сожалению нет картинки потому что там было в пакете 2 ну а мне 2 как бы не надо я купила один естественно тот пакет с картинка остался в магазине вот он этот без названия мармари и вот такие клематисы мне привез лёшек клематис pink fantasy очень красивый клематис дженни это все клематисы 3 группы обрезки потому что я новичок я не знаю как там их правильно обрезать вот пока натренируюсь выращу потом куплю еще клематис юста и вот здесь вот я вам хочу показать какое полезное видео я нашла как правильно их сажать это клематис вот она картинка не прицепила на это ведро называется миссис холман делей вот такой красивый большой клематис видите как ну помимо того что там дырочки в ведре проделаны на дне лежит щебенка потом песок потом наша земля с участка и смешанная вот с таким вот покупали в светофоре 285 рублей вот эти вот громадные пакеты это торф нейтральный вот значит она смешана эта земелька смешана с нас и землей потом я покупала костную муку туда добавила вот баночка это я набирала зола как-то я собирала сжигала тут кучу и собирала зола и еще туда намешала вот такой конский навоз гранулы и только потом сажаю клематис но важно распределить корешки клематиса видите они вот как бы на горке вот такую горку нужно сделать ну то есть все удобрения все туда положить увлажнить а потом посадить вот этот клематис как вот королеву видите как все корешочки я порасправляла и вот теперь сверху буду засыпать опять земелькой и буду ждать дальше ухаживать за ним и еще одно видео я посмотрела я решила почему сажать клематис в ведрах пусть он у меня укоренится в ведрах во первых легче ухаживать где-то там мороз долбанул посмотрели завтра мороз ведерко взяли занесли в дом и переждали этот момент и ведро можно поставить на солнечную сторону там посмотреть как он будет вообще вот здесь вот по стене по вот этой когда будет у нас здесь шпалера здесь солнечная ну получается южная сторона вот как раз они подрастут к тому моменту когда мы здесь красивую шпалеру сделаем и я их пересажу сюда и зимовать они будут ведра у меня в погребе мне так спокойнее в общем я решила посадить их вот так вот ведра сейчас вот пройдем шпалере до этого видео я ждал алёшика знала что он везет клематисы я уже здесь вырвала вот такую яму теперь придется это все закапывать вот ну может быть посажу сюда плетистую розу и я не знаю как здесь будет но здесь полутень скажем так до полдня здесь солнце но здесь вот эти деревья абрикосы когда будут листья хотя вот не знаю может быть они пропали ни одной почки не знаю что с ними может они заболели вот и тень от этих деревьев конечно же будет сюда и может быть здесь совсем не место для клематиса поэтому я их высадила в ведра и думаю что так будет лучше вот здесь тоже у меня кое-какие цветочки видите как я использовала из-под молока или этом не знаю коктейль покупала фругорт вот вот эта полочка держит прекрасно перевернутые вот эти вот ой так батарея садится надо заканчивать вот слива все хорошо пошло расти прям отлично видите там столько уже почек прям такая она красавица все так хорошо и ну прям очень хорошо пошла абрикосы вообще что-то в этом году напишите мне кто живет в средней полосе как у вас с абрикосами да вот видите по пришпиливала я геотекстиль вот такие покупала скобы 100 штук 400 рублей вот они очень очень удобно не спотыкаешься об эти кирпичи кирпичи эти здесь вот там вот держали я знала что я там буду копаться и не пришпиливала а так очень очень даже удобно и ходить по чистому удобно и здесь вот на вот этих вот досках я крашу здесь вот тоже рейки крашу себе вот так придумала вот такую столешницу и в общем занимаюсь здесь сделала еще одно ведерко здесь у меня и березы растут эти такая красота в общем что еще сделала обновила немножко нашу садовую мебель покрыла лаком в общем стараюсь стараюсь поддерживать порядочек чтобы все росло чтобы все радовало глаз ну ладно друзья немножко новостей рассказала может быть полезных кому-то пригодятся пригодится как растить клематисы хотя я тоже новичок но вы знаете очень много разных видео и есть какие-то бестолковые а есть очень очень даже дельное видео поэтому нужно включать мозг как-то все анализировать и но прислушиваться к дельным советам я думаю что вот этот совет посадки клематис на на холмик очень даже пригодится не все друзья второй раз запищал у меня телефон я вас всех обнимаю всех люблю и до новых встреч с вами была елена ситникова пока пока